итак всем привет сегодня 2 июня 2020 года сейчас вечер сегодня мы решили начать вывозку наших пчелосемей на тачок как мы это все будем делать смотрите друзья покажем ну а для начала вот сейчас мы приехали я хожу закрывая леточки а у меня ребята они на тачке возят пчелосемьи у нас ульи теперь в этом году двп спинопласт внутри легкие сейчас будем грузить только доданы 12 рамочные но 16 рамочные это время покажет пока что будем работать с заданными вот принципе процесс пошел можно было еще за более привести чтобы не прыгать по несколько раз у ли сейчас не такие уж тяжелые но тем не менее все приходится как бы грузить руками машину api лифтом мы не пользуемся когда если вдвоем ребята работают это получается быстрее берите и вот я приготовил улей как раз его а нет нет вы уже увезли ну давайте следующий я литок прикрою миша да нет вот этот и берите это так возвращается некоторые пчелки поработать я закрыл давайте берите ну так ничего нормально не болтат вот друзья есть такие улья ну я их повезу на своей машине в прицепе мы уже поставили магазины так как у нас шел взяток в этом году май был теплый ну приходится вот сейчас вести вот так с магазином ну ремнем мы стянули все очень даже хорошо но в прицепе я повезу там друг на друга ставить мы не будем в в принципе этот вариант нормальный тут еще подготовил я нет сразу закрывайте и берите который помечены предварительно мы расширяли семьи я оставил крестик которые подлежат наши улей вывозки делал пометки вот крестики стоят здесь все подряд заданчики тоже будем вывозить их сегодня же сейчас я буду закрывать литки ну вот так вот я закрываю или точки есть некоторые пчелки еще куда-то летает возвращается ничего страшного эти пчелки потом распределяться здесь по моим ульям вот здесь вот побольше можно запустить их все они на месте дома вот здесь вот я приготовил три улья сразу подряд закрыв пишите друзья комментарии как вы перевозите ульи когда вы закрываете или точки когда что нам будет это тоже интересно как вы работаете у себя на пасеках но нам успеть надо как бы пока что не темно вывести в темноте мы не любим работать хотел показать яблоню яблоня прекрасно у нас в этом году отцвела завязалась вот вижу за визе так что яблоки у нас опять будут здесь на пасеке боярышник торновник как его называют еще отцвел ну ирга тоже отцвела ирга вообще завязалась тоже вот тоже ягоды будут но воробьи склевывает любят иргу пойду закрывать дальше для точки ребята работает ну все висите вот так вот это все здесь выглядит ставим вот так вот в три яруса в ряду по два улья один ряд 6 у лев так так вот следующий ряд идет у, , 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 как оцениваетесь вес улья сейчас и в прошлый год все скажете ребята легче нет я имею ввиду тоже двп это вот возили мне кажется тяжелее меду нынче набили поработали пчелы все-таки но осталось немного еще загрузим одну машину ну вот сейчас здесь погрузили 20 ульев вошло 2 то еще точно войдет 22 но уже не помним тут на третий ярус ставили не ставили тут нам нужно двери закрывать как что ну посмотрим вот друзья последний улей у нас я думал не войдет вот этот последний ряд третий а так все аккуратно вот вот даже дверка в аккурат остается там буквально я не знаю сантиметр может быть до крышки улья и соболь загрузили и получилось у нас 24 улья в принципе это неплохо в принципе неплохо мы уже разные варианты думали либо купить платформу какую-то возить чел но там опять на платформе так угули не поставишь не знаю друзья подскажите что от купить лучше всего для перевозки пчелосемей мы вот даже не знаем ну вот пока что пользуемся соболем все в догадках не знаем к чему прийти тут высоковато вот поднимать высоковато есть другие автомобили иномарки пониже это fiat ducat да наверное ну вот только удлиненный надо fiat ducat или еще что-то отдельно брать прицеп его опять же таскать где-то разворачиваться по лесам ну тоже сложно там прицеп тоже вот так в 3 яруса я не знаю можно нет состоянии можно может быть но прицепы разные бывают ладно мы закрываем и грузить вам вторую машину вот хорошо отлично все закрылось все идеально все подошло а так обратите внимание друзья мы их не связываем просто поставили друг на друга пытались раньше так возить все переводится никуда улья не скатывается едем аккуратно по дороге так что связывать мы не стали в последнее время а вот так вот мы перевозим улья с магазинами ну как тяжелый мед есть в уле ну да в этом году мед есть у нас магазина вот приходится вместе с магазином вести семья сильная вот так вот грузим еще один улья и поедем вот как то так на площадку 6 ульев с магазинами и итак ребята наш кортедж с ульями погружен мы поехали и Ну что ж, вот наш первый тачок, здесь мы уже прокосили траву, не фуксовали? Маленько боксовали там чуть-чуть, сложность почему у этого прицепа вот так пятится, потому что у него дышка короткая. Вот эту подставку бери. Давай-давай-давай, ладно хватит, всё-всё-всё хватит. Ну вот, привезли первый улей, это самые тяжёлые, всё вроде стоит, там есть подставочка деревянная, доска, можно потом подставить, ну ремни-то потом снимем, ну я сниму ремни тогда. Давайте разгружаем прицеп, ремнями потом займёмся. Ну потом, потом ставьте, как бы. Научить войска для обороны, отводить войска с позиции. Отводить войска с позиции. Ну чё, немного осталось. Последняя машина. У меня несколько, будешь ну так, давайте ко мне поворачивать ближе. 150 что ли? О, где-то так чеканули. Можете наверх, да? Сразу так. Как надо, блин, составить метал. Может так понесём? Может так понесём? Может так понесём, видишь, какой-то, какой-то у меня у тебя. Ну вот. Ага. 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 Ну вот, тебя. По-два. Ага. У тебя. Возьмите войска для оборонки. 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 Ну, как получится, так получится. Ну, а мы едем сейчас в сторону дома. Не забываем ставить лайк, подписаться на канал. Жмем колокольчик. Всем пока, до новых встреч!